Великая китайская стена запомнилась мне затяжными подъемами и опасными спусками. Но там это было сделано для защиты от врагов. Почему же эта лестница на улице Сосновой стала таким непреодолимым препятствием для местных жителей? Попытаемся разобраться сегодня. Своё право на безопасность Тамара Тимофеевна отстаивает уже не первый год. Местная жительница обращалась в администрацию района, комитет городского хозяйства, управляющий компанией к депутатам Сергею Супони и Михаилу Гиргенову. Последний помог сделать перила во время предвыборной кампании. Но ответственные за уборку так и не нашлись. 43 года наша лестница стоит, никому она не нужна. Никому не прикреплена, в общем, не передана. Хозяина нет. Никто её не убирает. Воюем-воюем, а толку нет. Администрация одни отпилки, отписки шлёт. В общем, не знаем, к кому обратиться. Ну, так я хожу дважды. Ну, каждый день всё равно хожу. Так у нас тут стариков-то столько живёт. Много пожилых людей. Ну, и каждый возмущается же, каждый возмущается. Ну, это же неправильно. Да, не убирают. Очень опасно. Какой зиму уже не убирают? Один раз убирали. Ну, может, два. Ну, вот как снег выпал, так и не убирали. Просто вот вообще плохо убирали. Скользко, опасно. Только не скользко, опасно. Один раз упала, три недели. Была на больничном. А тут эти жесткие всегда скользкие. Даже летом. Круглый год опасно ходить. В администрации железнодорожного района отреагировали на наш запрос на удивление быстро. Проблема сейчас у нас лестница. Значит, официально нигде в приезде не состоит. Но снова она в приезде будет закреплена. Лестницу сегодня убрали, значит, подряд администрация дорожника. И совместно с комбинатом по обустройству эта лестница будет со следующего года обслуживаться. Лестницу компании «Супони» дорожник убрала под нажимом администрации района. Весь год мы рассказывали о деятельности этой фирмы. Точнее, без деятельности. Согласно многомиллионному контракту, многие улицы ПВЗ должны обслуживаться именно этой компанией. Раз несколько дней с привлечением спецтехники и ежедневно силами дворников. Но несмотря на то, что осадков нет уже несколько дней, снег на улицах и тротуарах продолжает копиться. Алина Чертарова, Байр Козлов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.